Спортивный комплекс «Локомотив» Для победы в турнире фехтовальщику необходимо приложить максимум усилий, ведь на соревнованиях нет явных фаворитов или аутсайдеров. Он должен сначала пройти групповые соревнования. Это приблизительно группа из 5-6 человек. Они определяют рейтинг спортсмена на этих соревнованиях. После чего идет тур прямого выбывания, где надо выигрывать все бои, чтобы стать чемпионом. Перед началом соревнований все главные действующие лица этого фехтовального представления. Стратегии стойкости разминаются и проводят предварительные бои. Все заряжены только на победу или как минимум на призовые места. Здесь надо мыслить, ну еще называют его шахматами, только спортивными, такими подвижными. Повлияли родители. У меня отец был пятиборцем, он занимался фехтованием тоже и захотел, чтобы я тоже был в этом спорте. Соперников знаю, мы уже давно, так сказать, коллеги, получается, фехтуем уже давно. Знаю, ну собираюсь выйти в тройку, где-то около этого. Наряду с мужским фехтованием проводилось женское соревнование, в котором бои проходили в не менее жаркой и напряженной обстановке. Сколько занимаешься фехтованием? Пять лет. Какие достижения ты уже имеешь за вот это время? Я была в многих городах, ну кандидат мастера спорта. Вот сейчас еще одни ответственные соревнования. Надеюсь, будет победа. Приятно осознавать, что данный вид спорта развивается в Донецкой Народной Республике. Уже были проведены несколько соревнований в Российской Федерации. В ближайшем будущем возможно участие наших фехтовальщиков в Белоруссии и Казахстане. На сегодняшний день наши юные мушкетеры готовы защищать честь Донецкой Республики и на международной арене. Уже поступают к нам приглашения из Российской Федерации, из Казахстана, из Белоруссии. Поэтому сейчас готовим сборную команду нашей республики для того, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Желаем постоянного развития в своем деле, а также успехов на различных значимых турнирах, как в пределах республики, так и за ее рубежом. Сергей Михайлов, Алина Боярская, Новороссия ТВ.